Всем привет, с вами Влад, это видео по игре вас в Дэнру Сурвайвл, и сегодня я, ребят, снимаю для вас видосик по 19 сезону. Сегодня я выполню абсолютно все задания одинокого старца, также зачищу локацию Тихой Обители и буду, в принципе, выполнять различные задания. Что ж, дорогие друзья, погнали! Торговец, это кто вообще? Собираешься бросить вызов Ниану? Мне есть то, что нужно, фрукты в карамире. А, ну тут понятно, в принципе, разработчики байтят нас на то, чтобы мы донатили, и на почте их, в принципе, тоже можно приобрести. Вот, как видите, фрукты в карамели. Ну, это все, естественно, чтобы Ниану там дать пожрать, ну вы поняли, короче. Теперь давайте уже посмотрим задание одинокого старца. Лошади требуют уходно, корми ее морковь, и она обожает это лакомство. Ну, окей, в принципе, задание легкое. Такс, что там у нас дальше? Рис вкусный, но работа в поле трудна. Вырастить свое урожай, засушить свою полушку риса. Хорошо, смотрим третье задание. Отвратительные деньши приближаются к нам с запада. Встреть их на открытой местности, это даст тебе преимущество. Ну, окей, в принципе, все задания легкие, и я уже, по сути, могу выполнить первое задание, где нужно накормить лошадь. Я, ребята, знал, что, возможно, одинокий старец даст мне такое задание. И поэтому заранее на своей базе я взял стак морковь. Это даже не один, а два. И вот мне еще интересно, что будет, когда у нас закончится лунный Новый Год. То есть в календаре событий у нас прямо сейчас есть таймер, в котором у нас идет отсчет, когда же все-таки закончится лунный Новый Год. Он закончится, ну, примерно через пять дней. И вот что будет дальше, пропадут ли такие локации, как Тихая Обитель, либо же Тайный Сад. Ох, не знаю, ребят, где мы будем тогда выполнять задания и получать за них репутацию сезона, но пока что, ребят, пока что буду выполнять по максимуму просто, выполнять задания одинокого старца и так далее. Такс, нужно покормить лошади, но сейчас, короче, покормлю, главное еще закинуть вот сюда вот. Такс, всю травку я в костер закинул, теперь давайте уже, наконец, покормим лошадку, а то, наверное, она уже проголодалась. Все-таки я уже не кормил ее больше одного дня. А теперь, пожалуй, выйду из этой локации. Я пришел на локацию под названием Каменные Холмы, и здесь мне нужно убить всего лишь пять зенши. Погнали, ребят! Вообще, изи задания. Ох, ребят, я уже вижу новые задания, меня это очень радует, и сейчас я с почты возьму камень, а также дерево. Вы, наверное, спросите, зачем ты вообще это берешь? Да все просто, чтобы скрафтить топор, а в дальнейшем потом выполнить здесь задание, в котором нужно срубить мертвые деревья. Плюс, ребят, я надеюсь, что все-таки еще какое-то задание новое появилось, потому что я, кстати, вижу какой-то капкан, ребят. Да, походу, еще одно задание появилось. И, ребят, очень-очень круто, что разработчики все-таки добавили нам еще одни новые задания. Так-с, это что, фейерверки? Не понял. Серьезно их взрывать нужно? Ну, это явно новое задание. То есть, получается, сегодня у нас открылись два новых задания. Первое, это где нужно срубить мертвые деревья, ну, это достаточно легкое и неинтересное задание, но все же оно новое. И второе задание, пока что неизвестное, но по одному фейерверку на крыше здания я уже примерно догадываюсь, что это будет за задание. И в нем, наверное, будет сказано, типа, золотой фейерверки, либо же просто их подорви. Скорее всего, их, конечно, нужно будет взрывать, но я пока что точно не знаю. Тоже капкан какой-то вижу на миникарте, и давайте, может, попробуем взорвать что-то, а нет. К сожалению, видимо, все фейерверки находятся на крыше здания, но, в принципе, что, к сожалению. Сейчас я просто заберусь и взорву их. Если, конечно, это вообще можно сделать. И, надеюсь, я не подорвусь на этих фейерверках. Окей, хорошо, сюда, отлично. И теперь можно, в принципе, и взорвать, да, фейерверк. А, точно, нужно еще факел в руки взять, окей. Да, ребят, точно, взрывать нужно, взрывать. Так, надеюсь, я не подорвался. Да, ребят, все нормально. Я не знаю, сколько наносит, конечно, этот фейерверк, но лучше не буду рисковать. А вот у меня появилась только что такая интересная мысль. Что будет, если на этой локации умереть на крыше? Вот мне реально интересно. Возможно, трупик персонажа останется на крыше, а возможно, просто заспавнится рядом с домиком. Ну, короче, не знаю, надо будет это обязательно проверить. А пока что мне нужно, конечно, выполнить задание. Так, наведение порядка. Нужно убить еще двоих зомбарей. Огняной дождь. Чего? Запустить фейерверки? Уже появилось это задание. Я же еще вроде бы задание, где нужно срубить мертвые деревья, не выполнил. Не понял. Так, что-то за фигня какая-то происходит. Но, как видите, я, как и говорил, нужно просто взорвать эти фейерверки. Ну, вообще, то, что нужно взорвать фейерверки, это логично. Но я еще предполагал, что, как бы, это у нас по заданию нужно сделать. И сейчас я еще один фейерверк нашел. Он, кстати, не на крыше задания. Осторожно, отходим. И он в итоге взрывается реально красиво. Он взорвался. И его радиус реально маленький. Так что можно не особо так и бояться. Еще есть такой моментик. Вы, наверное, меня спросите, а как я смогу вообще умереть на крыше? Ну, я вам недавно про это говорил. Если просто там не могут залезть на эту крышу зомбари. Так вот, ребят, все достаточно просто. Я дождусь на этой локации снова такое же задание с фейерверками. Оставлю себе, ну, в принципе, одно хп. Думаю, подойду к этим фейерверкам и просто подорвусь. Там уже и проверим. Сейчас можно, в принципе, залутать сундучок. Отлично, я его залутал. Получил, в принципе, более-менее нормальные ресурсы. И вот у меня мучает еще один вопрос. Мы сможем вообще попасть в эти домики, либо же нет? Еще ни в одном лунном, ну, то бишь, китайском новом году нам не давали это сделать разработчики. Ну, если я не ошибаюсь. И если в этой обнове будет так же, то это, конечно, будет печально. Потому что, ну, реально хочется узнать все-таки, что находится в этом домике. А то, серьезно, ну, вдруг там что-то интересное. Какие-то ящики и так далее. Ну, короче, будем реально надеяться, что там будет что-то интересное. И когда-то нам разработчики откроют туда проход. А пока что остается только ждать. Пока что остается реально только ждать. Что еще по поводу заданий, так это то, что мне нужно выполнить последнее задание. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что это последнее, в котором нужно мне срубить 4 мертвых дерева. Три я уже срубил, остается одно. И вот оно, ребята, оно было в самом начале. И я вообще не могу понять, как я его в самом начале не заметил. Здесь даже труп зомбаря валяется. Ладно, упустим этот момент. Давайте по-быстрому я заберу награду у Мэйпэй. Я так и не понял, это девочка или мальчик. Но, в принципе, не важно. Главное, что он или она всегда дает нам награду за выполненные задания. И это меня реально радует. Окей, давай я награду. Отлично, награда получена. И теперь ухожу с этой локации. Ну что ж, ребят, пришел я, значит, в тайный сад. И сразу же выполнилось задание к моему приходу. Повезу, повезу, так сказать. И теперь, по сути, я выполнил все задания на сегодня Одинокого Старца. Сейчас еще нужно не забыть забрать его награду. А то я могу такое что и забыть. Поэтому прямо сейчас, естественно, направляюсь к награде. Как видите, я, опять же таки повторюсь, выполнил все задания Одинокого Старца и забираю награду. В принципе, как обычная награда. Реально обычная, дефолтная. Ну и что ж поделать. Ладно, ладно, заберу хотя бы такую награду. Согласитесь, это лучше, чем ничего. Ну и на этом все, друзья. Думаю, буду уже заканчивать мой видеоролик. Все ставим по лайку и подписываемся на канал. Кстати, хотел еще кое-что вам показать. Я уже на 21 уровне в сезоне. А также, что по календарю событий. В Луном Новом Году я уже выполнил три ритуала. И буду скоро выполнять еще ритуалы. С вами, как обычно, был Влад. Обязательно, опять же таки повторюсь, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал с колокольчиком. Отправляйте данный видеоролик другу. Ну, либо же подруге. И не забывайте ставить колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о моих новых видеороликах. Всем спасибо за просмотр. Всем желаю хорошего настроения. И всем пока-пока.